Бисмиллахи ррахмани ррахим Вассалату вассаламу аля Расулиллах ва аля алихи и сахбихи аджмаин Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки в коранических темах. И сегодняшняя наша тема 126 аят и седьмой суры Суры Аля Араф в котором говорится Раббана Афригу алейна Сабра Тавафана муслемин Владыка наш Пролей на нас терпение и стойкость и упокой нас предавшимися тебе Причина неспослания этого аята этого отрывка из 126 аята является случай Колдуны и свиты фараона, когда выслушали Мусу алейхи салям и уверовали в него, в то, что он преподнес фараону когда колдуны узнали после того, как они уверовали в Мусу алейхи салям что их ожидает и что приготовил для них из наказания фараон произнесли этот дуа это дуа, который они от всей искренности и верой в Аллаха в Создателя в Творца сказали Раббана Господь наш Афригу алейна Сабра Пролей на нас терпение и стойкость терпение, чтобы мы смогли выдержать и стойкость против того наказания которое приготовил для нас фараон и упокой нас предавшимися тебе с той верой в Создателя Творца которому призывал Мусу алейхи салям фараона и его свиту передается от имама Ат-Табари со слов Абдуллах бин Аббаса который говорил Кануу фи аввалинннагариссахара во фи ахринннагариссухадА они были днем колдунами а к концу дня стали мучениками уверовав послание которое доносил до них Муса алейхи салям для нас самыми лучшими наставлениями являются коранические наставления которые призывают нас быть терпеливыми и стойкими а наш любимый пророк Мухаммад алейхи салям со своим примером и примером своих сподвижников показывал нам как быть терпеливыми и стойкими кораническая дуа которую мы сегодня с вами прошли должно отражаться на повседневной нашей жизни Господь наш одари нас с терпением и стойкостью и наши дни проходили с мольбой всемушнему создателю творцу нашему на этом мы сегодня прощаемся ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату ассаляму алейкум ассаляму алейкум